Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как в городе Лондон проходит рождественский флешмоб SantaCon. По традиции это мероприятие назначается на вторую субботу декабря и приурочено к сбору средств для благотворительных компаний. То есть участие в этом мероприятии стоит, по-моему, 10 фунтов стоило в том году. Для того, чтобы зарегистрироваться на мероприятие и прийти в костюме Деда Мороза, Санта-Клауса или еще кого-нибудь рождественского героя, оленя или елки, вам нужно зарегистрироваться на сайте SantaCon.com, после чего вы получите уведомление, что вы зарегистрировались и маршрут, по которому все Санта-Клаусы Лондона будут прогуливаться в этот день. Никогда не знаешь, какой будет маршрут в этом году, поэтому я, как репортер, никогда не могу понять, где я должна встать, чтобы словить это мероприятие, сфотографировать и снять на видео. Конечно, я до последнего пытаюсь найти это событие, где оно будет происходить, и в режиме онлайн как бы отслеживаю, где оно идет и что происходит. В основном оно начинается где-то в 12 часов и заканчивается в районе пока до последнего. То есть к вечеру они собираются в основном на Трафальгарской площади, раньше, допустим, они собирались утром на Трафальгарской площади, а потом гуляли по городу. Но все событие обычно заканчивается пьянками в пабах. К сожалению, мероприятие стало настолько популярным, что участников этого мероприятия становится все больше и больше с каждым годом. Суть акции такова, чтобы распространить веселый спирит, веселое настроение прежде рождественских дней для людей в Лондоне, для туристов, для проживающих. Но, к сожалению, в этой акции участвует в основном молодежь, и, как мы все знаем, молодежь напивается и ведет себя очень плохо. Особенно это очень сильно связано с мусором. Драки там не так уж и встречаются, а вот мусор они разбрасывают очень много, и никто после этого не убирает за собой. Чем больше народу становится, тем сложнее этой всей гульбой управлять. Поэтому вот в этом году, к сожалению, акция отменена, потому что мало волонтеров, не набрали количества, которое будет управлять всей этой толпой. И разбираться со всякими не очень хорошими ситуациями. То есть притухать вот этот вот пьяный спирит. Ну, к сожалению, вот так вот получается. А обычно раньше люди собирались веселые, наряжались девушки в таких коротеньких костюмах Санта-Клаусов. А мужчины приходили даже в трусах с бородой. Не так уж и холодно в декабре в Лондоне, но вот настолько разгорячились люди, что не так тепло одеваются, как, допустим, мы в России. Первый свой Санта-Кон я увидела на Тарфальгарской площади, это было днём. И для меня это было шоком. Столько Дедов Морозов, точнее Санта-Клаусов. Прямо вся площадь кишила красным цветом. Кроме того, они залезли на колонну Нельсона и стали кидаться брусельской капустой. Оказывается, это традиция такая на Санта-Кон. Надо кидаться брусельской капустой, тем самым желая всем счастья и добра в Новом году. Однажды я достала этот Санта-Кон у собора Святого Павла. Там было весело, там люди не напевались, они просто веселились, танцевали и развлекались. Ну и тем самым создавали праздничное настроение прохожим. А в том году я не знала, где будет проходить. И, к сожалению, в последние годы я очень редко нахожу, где конкретно проходит этот Санта-Кон. Они собирались на Кинскросс и Панкросс площади. И медленными шагами, медленным ритмом, медленным шагом продвигались к центру Лондона. Я пришла с подругой где-то в районе 3 часов вечера на Трафальгарскую площадь, чтобы что-либо снять. А их не было. В итоге мы пошли в паб, посидели там, хорошо покушали в рождественском таком уже оформлении. Я съела гамбургер с пивком, ну как это в пабе обычно принято. И где-то в районе 6 часов вся эта гурьба Санта-Клаусов прибыла на Трафальгарскую площадь. К сожалению, моя камера очень плохо снимает в темноте, то есть в сумерки и в темноте. Вообще практически ничего не видно, когда смотришь видео уже на компьютере, ничего не видно. А в том году, я вспомнив свою курсовую работу по курсу MBA, которую я писала, я включила на телефоне подсветку и вместе с камерой держала ее вот так одной рукой на весу. Одной рукой камера, другой рукой телефон. И вот так вот ходила, всех снимала, чтобы хоть как-то осветить народ и увидеть потом в видео, что происходит на Трафальгарской площади. Народ, естественно, махал там, танцевал перед камерой, потому что они понимали, что их снимают. Но очень много было пьяных людей, уже там практически валялись на полу. Ну, конечно, до такой степени пьянства не доходят, они как бы рассасываются, те, кто уже конкретно напился. Много людей вот просто реально, ну, пивасик там выпьют. То есть, потому что под вечер становится холодно, чтобы не замерзнуть, надо как-то согреваться. Весь день они ходят по этому Лондону и что-то там как-то развлекаются, танцуют, поют. В общем, интересное событие, хоть раз увидеть стоит, но, к сожалению, вот в этом году, на 14 декабря было запланировано, но не набрали большое количество волонтеров, которые будут управлять этой толпой. И мероприятие официально от Санта-Кона было отменено. То есть, если вы в этом году увидите каких-либо Санта-Клаусов, ходящих и развлекающихся по Лондону, это не официальный Санта-Кон. Возможно, люди будут приходить именно в этот день, 14 декабря, чтобы как-то вспомнить. Это реально веселое событие, но, к сожалению, вот оно превратилось в большую попойку, в большую пьянку. Естественно, это не нравится жителям города, особенно те, которые проходят мимо этого события с детьми. Это не нравится всем абсолютно, потому что они оставляют кучу мусора за собой. В общем, в итоге вместо хорошего настроения получается плохое настроение, и мероприятие отменили в этом году. Возможно, люди как-то пересмотрят свою позицию, не будут напиваться. Ну, как бы запланировано так, что вы приходите, празднуете, танцуете, но без алкоголя, хотя бы без крепкого алкоголя. А потом уже идете в паб и там напивайтесь сколько хотите. Но, к сожалению, происходит вот такая вот мьянка. Раньше было веселее, раньше было интереснее, и раньше не было вот таких вот лишних людей, которые весь праздник портят. Пока на этом все. Все, что я знаю о Санта-Коне, я вам рассказала. Что еще происходит в Лондоне на Рождество, куда еще можно сходить, я вам расскажу в ближайшее время. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok